В Писании написано 1 Коринфянам 12 глава с 8 по 10 стих Так вот, а что это за дар веры, что дается не всем? Что веры нет, что ли, у всех? Что одному дается, а другому истолкование? Ну да, другие понятно, но дар веры-то действительно так вот Если веры нет, а мне не дано было Оказывается, я спрашивал даже с сектантами когда-то, баптисты Не знают Оказывается, вера бывает двух видов Первая, это та, которая дается всем простящим ее в Бога Верующим в Священном Писании Я верую, получив верующим в Сына Божию, иметь жизнь вечную Этот дар дается всем, кто желает Но еще есть чудодейственная вера, могущая передвигать горы Вот если первая должна возрастать у каждого То вторая дается единицам на миллионы Первое дело, вера-то есть дело Божие Без нее никому не спастись Из-за нее будет награда по делам А вторая же, даже самая маленькая, передвигает горы Но за это нет никакой награды Но великая ответственность в ответ на суде Божьем Мы считаем Римлянам 1.17 В нем открывается правда Божия от веры в веру Как написано, праведной верой жив будет И Матфея 17.20 Иисус же сказал им По неверию вашему, ибо истинно говорю вам Если вы будете иметь веру С горчичное зерно И скажете, горе сей Так Скажете, горе сей, передвинься, перейдет И ничего не будет невозможного для вас У Иоанна 6.29 Иисус сказал им в ответ Вот дело Божие Чтобы вы веровали в того, кого он спасал Дело Говорит, надо, чтобы вера была с делами А тут Сама вера называется делом Дело Божие Чтобы вы веровали в того Вообще удивительно Один стих такой Иоанна 6.29 У Иоанна Написано 2.17.20 Так и вера Если не имеет дел Мертва сама по себе Но хочешь ли знать Неосновательный человек Что вера без дел мертва Вот и ответ Нас тут интересует только одно Духом дары исцеления Понятно Чудотворение А только что дух веры Вот это вот непонятно Что это такое Другому знание тем же духом А иному вера тем же духом Вот тут и отдаётся Теперь всё понятно Потому что Господь смотрит туда И вот Иоанн Златоуз говорит так От нас проповедь зависит Вот это хорошо выразил Феофан Затворник Это благодать бывает Говорит трёх видов Благодать призывающая Благодать обращающая И благодать освящающая Призывающая Это вера от слышания От слышания от слова Божия Мы должны идти и проповедовать Должны раздавать Евангелие Это благодать первая Я могу Давать Я могу говорить Но дальше от меня ничего не зависит Всё остальное Бог Вот И тут я как-то участвую А чтобы он обратился А ответное действие было Вообще от меня не зависит Вот это первые две части Так скажем Они особенно развиты У протестантов У баптистов Призывающих Они проповедуют Постоянно Слово Божие Вот этого состояния Как у нас Молитвенного Это нет у них совсем Но нет благодати освящающей Нету ни процента Ни одного А почему Нет законного Епископата Нет таинств А если этого нету И спасения нету Тело и кровь не имеют А только воспоминания А Господь говорит Сие есть тело мое А у православных В полноте это есть А зато первого-второго Тоже нету Это ещё Ян, кажется, шанхайский Говорил там Про это Что Протестантизм в православии Православия В протестантизме Как они это дело Рассматривали И вот здесь мы должны Смотреть по слову Божию Так оно и есть Всё тут Больше ничего нельзя добавить Священное Писание Нам всё это разъяснило Своими словами Сказать даже нечего Есть, правда, хорошая Статья Это не статья А Кажется, гора называется У Николая Семёновича Лескова Как нужно было Там чудо сделать Не знали Один был Он сам себе Глаз выколол Этот Сапожник-то И сказал Горе Гора двинулась И есть такое Свято Этот Сейчас я вам скажу Кто он такой Серапион Что-то такое Нет Нет Серапион Как-то его Ещё На Афонской горе Он не на Афонской горе И к нему Серапион Как раз Или Макарий Александрийский Пришёл Марк Фращевский Вот как вспомнил Марк Афинский Марк Ну он услышал про него Что он там есть Такой один Подвязается А там такой Любознательный был И пошёл Ну чтобы не заблудиться Он взял Тычинки там Нарезал прутьев И встыкал Чтоб назад-то хоть Выйти А когда проснулся Лёг спать А тычинки все собраны Когда головы лежат И он тогда понял Что сатана над ним Смеялся Чтобы я на тычинки Не надеялся И то пошёл к нему И он пришёл Когда к нему А тот Уже лет 70 И ни одного человека Не видал И одежды нет Никакой на нём Волосы выросли Он как зверь Весь покрытый Ну давай с ним Разговаривать И во время разговора И говорит Так у вас что теперь Там гонения на веру Нету Нету Говорит О сейчас такая свобода У нас храмы строят Там золотые купола Для Москвы 200 храмов Патриар заказал Ну всё такое Он говорит И такая у вас вера там Чтобы сказали Горе двинься Она пойдёт Он только сказал Я говорит Гляжу Раздался грохот сзади Смотрю Гора Поднимается и пошла Он так Гора Я не говорил идти Я просто сказал Из писания Я упал Марта И говорит Такой веры нет у нас А как же вы тогда веруете И вот он побеседовал И говорит Надо рабыню маленько поддержать А рабыня это тело И он Говорит Брат Давай подкрепимся Он сказал Брат И вдруг Говорит с неба Вижу Говорит рука Опускается И два хлеба дала Он поел Он говорит Поверь Брат Теперь братом Ангела назвал А тут ему говорит Вот 70 лет Говорит И это первый раз Говорит Двойная порция Всегда была одна А как У него что-то На него покушение было Там имение было Сестра вышла замуж Этот зять пришел И что-то на него покушение было Он все бросил и бежал И первое время Говорит А чем питался Он говорит Прах земной Слезами смачивал Да водой морской Земля А эти демоны Его тащили за ноги У него говорит Тело было ободрано До костей иногда Говорит Я даже не верю Как это могло Не заразиться Ничего Ну вот так описано Его зовут Гора Фращевская Марк Фращевский Или Марк Афинский Ну вот так Правильная вера Жив будет Какая вера Если за Такой веры Господь дает Человеку То награда ему Ни за что И он на том Говорит Ты проповедовал Говорил И тут благодать действует Призывающая И освящающая Так А твое участие Какое? С языком шевелил? Ну ладно А второе обращающее Вообще Что твое там? А это внутри человека Ну конечно Ты трудился Но Вот если человек От твоей проповеди Обратится А другой не обратится За кого больше? Когда больше? Когда не обратится Никто Как так? Да так Говорит Счастье награды Ты получаешь на земле Когда видишь Как человек кается Обращается И ты Бога благодаришь И поэтому Ты счастье награды Получил здесь Остальное на небе Получишь А Иоанн Затус говорит Да ладно Мне награды Не надо никакой Только обратитесь И покайтесь Вот как надо Сказать это так Ну пусть мне Меньше награды На земле будет Так что Надо Сеять всегда Пожнешь Что посеял Тогда День Жатвы придет Не замедлит Пожнешь Что посеял Тогда Мне в жизни Бог дал счастье Видеть кающихся Людей Приходящих К Богу И вот сейчас На этой неделе Сколько человек Даже пришло На неделе только И оказалось В Америке Слушают И здесь И новые люди Пришли Перед Богом Сразу заказали Все книги Наверное Завтра придется Отсылать Вот Господь Конечно Это радостно Пришли люди Но награду Эту радость Я получил Бог это учитывает Я получил На земле ее Да